Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию бесед, которая называется «Во свете Библии». Вот у нас Святая Библия. Это синодальный перевод 1776 года. Один из самых лучших переводов в мире. Пока на слово поверьте. Открытым оком. То есть на все нужно смотреть открытым оком. Эти слова из священного описания. И они написаны, где числа 24, 3, 15. Небольшая тема об исповеди. Как правильно исповедоваться. И это касается очень сильно священников. Я говорю для священников, это и для католиков, для православных, григориан-армян, копска и сирска. Это то, что называется церковь. Все остальное не церковь. Там до исповеди нет. Но кое-где начинают практиковать, но не имея опыта, они ничем заканчивают. И нужно иметь право на отпущение грехов. Кому проститься, простите проститься. Что такое исповеди? Как нужно к ней относиться? Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31, 5. Как человек, крещаемый человеком, то есть священником, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои, приемлит оставление их через священника благодатью Иисуса Христа. Афанасий Великий. Кавычки еще. Бессердечного сокрушения невозможно освободиться от пороков. А сердце приводится сокрушение трояким воздержанием от сна, от пищи и от телесного покоя. Нил Синайский. Потом прокрутите назад, посмотрите, как с этим боретесь, когда идете к причастию, к исповеди. В частности, сейчас в храмах идет общая исповедь. Ну, что такое исповедь? Выйдет священник, он так орарем там где, махнул и все. И Петрахилев накрыл, кончено. Хотя орарь-то это у Диакова. Кто и хотел бы в частном порядке исповедоваться, священник практически не знает. Ну, чего еще, давай подходи. Уж редко-редко когда так. А как правило, это общая уже исповедь вошла. И даже не отгоняет хотя бы на несколько шагов, а то исповедуется. Ну, стоят все, слышат. Ну, как говорить-то, исповедуется одна парень, девушка, ну, рядом стоят. А вот у нас исповедуют в другой комнате, за закрытыми дверями. Даже исповедали у католиков. Посмотрите, как она, он за решеткой. Она его не видит. Он-то ее хоть может и видеть. Она его вообще не видит. Она исповедуется. У нас какое-то небрежение вот такое. Люди привыкли, говорится, телесериалы смотреть-то и слушают, что она говорит, что он говорит. Мне одна жалуется. Ну, она ходила на занятия в университет, говорит. Я долго с мужем работал. Но, наконец, он согласился. Был старый коммунист. Ну, согласился в храм пойти, да еще не венчанный. Не венчанный жили. Да решили сразу все это дело решить. Чтобы повенчаться там. Взяли свою пенсию. Пошли. И вот как его приняли на исповеди, я его спрашиваю, я его знаю, что у него было. Ты это говорил, мне это батюшка сказал, нечего мне тут рассусоливать-то. Наклоняй голову. Я наклонил. Он, говорит, наклонил голову и все. Он отошел и ничего не понимает. Он и так-то уже старый совсем. А тут он прямо опупелый какой-то сделал старик-то. Я больше, знаешь, Мария, я больше в храм не пойду. Мне это не нравится. Я столько готовился. Я хотел все рассказать, как я это осознал, как я в этом участвовал. Другие бывают где-то храмы ломали. И все. Даже это не выслушал. Я ему говорю, батюшка, я очень большой грешник. Я хочу все рассказать. Я раскаюсь. Он не стал говорить. Он на меня какую-то тряпку кинул. Вот так вот. Что-то там сверху ткнул меня. Он даже ничего не понял. И потом, говорят, идти надо к причастию. Это я не пошел даже. Это даже не исповедь. Мы хотели повенчаться. Там сказали такую цену. У нас денег не хватило. И мы так и вернулись ни с чем. Страшные слова, говорит. Патриарху, если передать это, какому? Ну, я не говорю где-то. Может, это в Болгарии было. Может, в Финляндии. Потому что московскую патриархию трогать нельзя. Она страшно, смертельно больная. Если я скажу, что это в патриархии, они меня заклюют и скажут сразу. Я еретик буду, прямо здесь же сейчас. Поэтому я не употребляю это слово. Я их знаю очень хорошо. И не умирайте от страха. Это я не про вас говорю. Вы хорошие батюшки. И все вам Царство Небесное желаю. И скажу, что лучше вас, может, никого и нет. Я не сужу никого. Я говорю, что как есть. Но книги-то у меня православные. Я опираюсь на книги, издаваемые в Патриархии. И поэтому сами уж что примете, то не примете. Считайте, что я говорю Финляндской церкви. Или Папе Римскому. На общей исповеди власть, включая, передана ему, кающемуся. А за священником остается лишь обрядовая форма. Я говорю, кавычки открылись. Я все это считаю откуда-то, а в конце скажу. Когда я вот это считаю, меня осуждают. И когда в конце я скажу, кто это сказал, сказал это святой такой-то, все сразу попятились. Не торопитесь. Вы вдумайтесь в смысл. А кто сказал? Когда сказал? Дух Святой сказал. А через кого сказал, вам не важно знать. Но я это скажу вам. Если у вас есть хоть немножко, у слушателей, желание спасти свои бессмертные души. Не надмивайтесь. На общей исповеди кающиеся не исповедуют своих грехов. Ибо исповедовать значит открыто признавать их. На общей исповеди, когда сотни людей в один голос произносят грешен, а священник перечисляет грехи, нет никакого скрытого свидетельства о грехах. А потому нет и никакой исповеди их. На общей исповеди нет двух самых главных условий содержания благодатного таинства. Первое. Право священника отпускать грех, ибо он не имеет права отпускать грехи по безотчетному произволу, в кавычках. И право у исповедующегося получать отпущение, ибо по учению церкви это право дает лишь устное исповедание грехов, а их здесь-то и не было. Что касается третьего условия таинства, право духовника налагать эпитемии, то оно вовсе отпадает при общей исповеди. Ибо не зная греха, невозможно вращевать душу согрешившего наложением наказания. Всячески стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. Господь дал власть разрешать не безусловно, но под условием раскаяния и исповеди. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить «прощаю и разрешаю», а Господь скажет «а я осуждаю». Кавычки закрыто. Кто же это сказал? Феофан Затворник Говоров. Он канонизирован ныне. И это сегодня на каждый день. Сегодня можно еще отмахиваться, но на суде Божьем не придется это. Я вам сегодня это и батюшкам всем сказал. Феофан Затворник не умер. Он живой, он нам подал голос. Но я не священник. Моя задача найти священника, который правильно исповедует. Вот как у нас в Крестовозвиженской общине. У нас нет ни постящихся, ни одного. Нету. У нас дети все постятся. И дети исповедуются. У нас никто не выпрашивает молоко или что-то. Даже растительная масса среди недели, кроме субботы и воскресенья, никто не будет есть. Только сильно больные, это мороженец, зело престарелое, зело мало. И то только по разрешению священника. Так что примите это. Далее, кавычки открыто. Считай другого человека. Не спешите отрицать. Но абсолютно точно, говорю, это не мои слова. Если у вас заранее предвзятость против меня, вы ничего не примете. Но это мой только язык это считает. Я нашел эти материалы. Я потрудился, старался, не для себя одного. Это Сирахов говорит так. Я подыскал изящные выражения. Общая исповедь. Стихийно приобрела широкое распространение. Трудно и стыдно признать все в своих грехах в личной исповеди. Но приятно, душевно, легко и успокоительно всплакнуть вместе со всеми на общей исповеди. Более или менее талантливый проповедник растрогает сердце. Плащущий сосед еще усилит умиление. И вот без всякого труда и подвига достигается покаянное настроение. Иногда очень сильное. Но в большинстве случаев бесплодное. Ибо оно происходит не в результате внутренней работы. А лишь как эмоциональная разрядка, отягощенная грехами души. Покаянные слезы на личной исповеди омывают исповеданные грехи. Слезы же на общей исповеди чаще всего свидетельствуют о самоумилении. Самолюбовании. И в конечном итоге служат не для разрушения горделивого самомнения. А для утверждения фарисейского чувства собственной праведности и самопревозношения под вином смирения. В миру нет потребности выставлять на позор свой грех. Там стараются скрыть его. Там нет надобности. Там раскрывать душу, чтобы обнажить самые темные ее закоулки. Нет надобности в духовном руководстве. Ибо каждый стремится жить своим умом. Там смешные и ненужные петемьи. Ибо они требуют смирения и послушания. А в миру более всего дорожат независимостью и своеволием. Мирская жизнь заставляет и страдать, мучиться, впадать в отчаяние. Потому хочется иногда человеку пожаловаться, поплакать слезами, которые ни к чему не обязывают. И успокоенному идти домой. Вот почему общая исповедь так желанна многим. Она соответствует духу мира сего. Подделка тонкая, имеющая множество оправданий, в том числе и объективных, но тем не менее подменяющая таинство и церковное устроение души. Чем-то внешне очень привлекательное, но исполненное мирской стихией. Общая исповедь внедряется в церковную жизнь, ломая устав и опыт благочестия, отрекаясь от церковного предания, повреждая самое существо таинства. Часто можно слышать от церковных людей ссылку на опыт протеерея Иоанна Сергеева-Кронштадтского, проводившего общую исповедь. Неужели он мог служить делу обмерщения и сознательно противопоставлял себя преданию церкви? Отвечаю, это было его личным дерзновением, за которое он ответствует перед Господом. Но нам он не только не заповедовал следовать его примеру, а напротив, оставил в качестве руководства явное указание следовать уставу и совершать личную тайну исповедь. Кавычки открываются еще раз. Исповедовать в грехах надо чаще для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытием и признанием их, и чтобы больше чувствовать к ним отмерзение. Надо на исповеди безутайки все свои срамные дела открыть духовнику, хотя и больно, и стыдно, позорно и унизительно. Священник – врач духовный. Покажи ему раны, не устыдись искренне, откровенно, сыновней доверчивостью. Иоанн Кронштадтский, но это в общем, кто говорит, просто вставка из него. И далее продолжается. Умершие люди, если видят, что дела, совершенные на земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, они там, на небе, скорбят. И душа протеерея Иоанна не может не скорбеть, видя соблазн общей исповеди, какой он подал. Внимательно слушайте, кто это сказал. Это сказал ныне канонизированный Серафим Чичагов, митрополит, расстрелянный, мученик Христов. Надо помнить эти слова всем, ссылающимся на протеерея Иоанна Сергеева, в оправдание общей исповеди. Ставя свое церковное беззаконие в связь с великим пастырем, эти священники, они увеличивают его скорбь. Где это написано, тоже запишите. Настольная книга священнослужителя, том 8, страница 473-477. Это, конечно, батюшкам. Они исповедуют. И ссылается на общую исповедь, которую делал Иоанн Караштадский, весьма неприлично и щеревато нехорошими последствиями. Идет сейчас великий пост, и мы должны приготовить всех к исповеди. У меня есть своя наработка. Немножко хочу сказать об исповеди. Приезжал сюда Амброси Юрасов из города Ивана. Вон там архимандрит, настоятель женского монастыря, кажется, богородицкого. И вот я его спрашиваю. Он говорит, мы до утра исповедуем людей, бывает там до 300, больше человек. Ну, каждого исповедовать надо. Я говорю, ну а встречается, что люди, которые исповедовались у вас, вы их разрешили от грехов, а потом они приходят. И опять те же самые грехи. Ну, вы же кого-то запоминаете. Да, я такой есть. Ну и как? Да бывает, всю жизнь исповедуют. Я исповедую уже 18 лет. И где это? Не где это, а в монастыре, в центральных монастырях России он служил. И что вы делаете? А что я могу сделать? Ничего не делается. На попытки какие-то были, чтобы это не повторялось. Ну, какую я власть имею? А эпитемия, вот какая власть. Батюшка, почему я должен тебя учить? Если эпитемия, это церковное наказание. Все мы под эпитемиями, Сеарахова говорит. Все больше или меньше виновны. И они назначают срок отлучения от церкви. Вот ты не постишься от отлучения на два года, ты кого-то наложил, кто не постился? Нет. Женщина носит брюки сегодня. Ну, у них ширинки нет, она и не нужна. Но это брюки, мужская одежда. А вот в Шотландии, то есть без всякого лукавства, мужская одежда. И она дома надевала. Но ты на исповеди спроси, надевала ли я надевала? Называется мерзость. Мерзость. Второзаконие 22.5. И об этом говорят соборы. Не надо говорить стиль, одежда, какая, когда был, какой. Эта мудрость ваша, Кураевская, вам не поможет. Лукавство. Да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. 140-й псалом Давид говорит. Да не уклонится для извинения дел греховных. Да не вкушу я от сластей их. Не вкушайте. И вот она носила брюки, отлучили ее. А на сколько? Посмотрите по соборам. Соборы неоднократно на это указывали, чтобы не одевались в мужскую одежду. Неоднократно. Гангерский собор, я вам подсказываю, где искать. Далее. Я уже говорю более таинственное. Жена не слушается мужа. Такое, да сплошь и ряда. Мужики даже в этом не исповедуются. А он за нее ответственный. Жену обязан на небо привезти. Она ходит. Да, ходит. А ты ее спрашивал об этом? Нет, не спрашивал. Ну ты же знаешь, что она не слушается. Значит, тебя под запрет надо брать. Ян Атаус говорит. Лучше тело мое отдам псам, чем тело Христово недостойно прищищающегося. 19-й венаря. Батюшки, слушайте внимательно. Есть же тези святого Макария. Не великого, не египетского, а александрийского. И он стоит в храме, вместе со всеми молится. И люди прищищаются, поздравляют, с причастием там. И вдруг он видит. Священник выходит из алтаря, и картина вдруг меняется. Стоят черные фиопы, то есть демоны. И люди развивают рот, прищищаются. И они толкают им в рот уголь вместо причастия. Житие святых. Издана недавно в патриархии по благословению патриарха Алексея Второго. Неизмененная. Никто этого не видит. Он один только видит. А где причастие? А причастие они не получили. Оно неизримо, ангельской рукой, говорит, уносится в алтарь. Если бы глаза сегодня открылись, кого вы прищищаете? И вместо вас-то кто-то прищищается. Я не говорю о православных, здешних. Я говорю, может быть, где-то на Кипре такие священники были. Патриархийные все, ляли, хорошие. Только целовать их можно. Чтобы вы на меня не напали. Дайте мне дожить до вечера. Вы знаете, как написано? Мальчика крестили, бабушка на завтра приходит и показывает. Батюшка вон стоит, надо под благословение подойти. Он вчера тебя крестил. А мальчик-то, он 6 лет, он ничего не понимает. Он говорит, баба, а меня вчера не он крестил. А кто крестил? А его баба нет сегодня. А вот этот батюшка, этот? Так он лежал под скамейкой, вон там связанный почему-то лежал. Я думал, так и надо. То есть детские глаза это увидели. Это все описано в житиях. Может быть, все связаны уже. Ну, батюшки там на Кипре. Наши-то хорошие патриарши. Я их не ини. Я их уважаю, люблю и благословляюсь у них. Так вот у меня есть навык уже приобретенный. Я говорю, отец Амроси, вот ты исповедуешь их. Знаешь, что это напоминает? Это хозяйка на даче. Она достает куриного помету, в воде размачивает, а потом раскручивает мешалкой-то. А потом оседает. Вот ты раскрутил это на изподе, опять все осело. В следующий раз тоже самый помет. А не лучше ли было это вылить и помет этот выбросить-то? А как? Ты поговори с ними о рождении свыше, они не знают. Вот беда какая. И ты сам-то не рожденный свыше. Я тебя проверил, ты не имел рождения свыше-то. Вот вся беда какая. Ты при скозульке разное собираешь, хоть ты и архимандрит. Ну, тут уж я конкретному человеку говорю. Один все-таки в то время был в патриархии. Может, сейчас он денет в Иерусалиме. Я даже не знаю сегодня, где он есть. Хороший очень, батюшка искренний. А как вы считаете, исповедуется, вот, помогите нам составить, вот, что вы исповедали, надо спрашивать. Ну, давайте. А кого ты исповедуешь? Священники исповедуются? Конечно. Духовник, епархия. Давай запишем. По порядку. Я ни разу никого не спросил, рожден ли он свыше. Каюс. Я ни разу, это священник исповедует, и тот священник должен по бумажке, которую я составляю, считать. Я ни разу не спросил, имеешь ли ты Духа Святого. А кто не имеет Духа Святого, тот и не его. Я ни разу не спросил. Вы знаете Библию, такую святую книгу? Читали ли ее? И я сам не проповедовал Каюс. Я не вел людей к свету. Я их во тьме держал Каюс. Я обложил их мертвыми костями, мощами. Каюс. Вы в этом, священник, священник, это побудите к покаянию. Обновление Руси ниоткуда начнется. Она с Квачкова не начнется. Там только квакать будете на севере. Вам нужно начать с того, что говорит нам вот эта книга. Вот эта книга, книг называется Святая Библия. Прочитайте. Библия, книги. Если Библии нет, дом во тьме. Златоуст говорит. Книга сия. Отгоняет демонов, они не могут проникнуть в это. Как исповедуется? А теперь, кого вы исповедуете? Вы достучитесь до самого дна. Бывает так. Мама одна подходит. Говорит один тоже архимандрит. И говорит, моя дочь исповедует. Она такая девственница. Она такая целомудренная. Но она просто стыдится. Сначала я исповеду по всей строгости. А знала ли ты мужчин? Знала. Да как же ты? Да ты же верующий. Ну вот так. А аборты делала? Делала. Четыре аборта. А для матери она девственница. Не надо обманывать никого. Какой я есть? Вот этот куриный помет надо выбросить сразу. И в исповеди должно звучать три ступени. Благодарение. Потому что молитва трех ступеней. Первая это просительная. Вторая благодарение. И третье ангельское словословие. За все благодарите. Первое в Тестане с Иисом 5.18 написано. За все. Слава Богу за все. Это третья ступень. И вот когда мы идем на исповедь. Священник-то тоже человек. Мы его дети, как считаем. Сознаем его отец духовный. Ему радостно будет слышать. И большая радость. И как Иоанн говорит. Для меня нет больше радости. Как слышать, что дети мои ходят в истине. Нет больше радости. Это радость кающегося грешника на небе. Бывает больше чем от 99 не имеющих нужды. Я именно тот. Батюшка, я каюсь. И благодарю Бога моего. Что от этого греха я избавился. У меня такая гневливость была. А я избавился. Это покаяние Ефрема Сирина. Ефрема Сирина. Он не воздержан был. Гневливый. А потом избавился. Это на исповедь надо сказать священнику. Батюшка, я вот каялся в прошлый раз. И вы за меня помолились. Утешь его этим. Потому что это его молитва достигла. И сейчас меня не могут ни раздражить, ни жена, ни кто. Чуть что, я лестовку и в угол. Перед святыми образами начинаю молиться к Богу моему. Единому вездесущему. Дальше. И скажи, Господи. Дай мне, батюшки, понять. Вот такую радость, что я словословлю Бога. Батюшка, я в прошлый раз говорила, жаловалась тебе, что болею и ропщу, и недовольна. Соседи там не болеют. Сын пьяница. Я роптала всегда. Батюшка, я сейчас не ропщу. И благодарю Бога моего. И славлю Его. Господи, Ты дал мне крест. И крест этот вполне переносимый. У других такая болезнь, что они умерли. А я еще хожу. Я однажды в одном месте проповедовал в храме. А священник говорит, вот эта женщина вам понравилась? Я говорю, очень. Очень понравилась. Как она поет, какая она хорошая. У нее рак в последней стадии. Она говорит, поет, она выйдет, говорит, там все перетянет у себя, чтобы не текло с нее. И все, и все. Ни один не знает. Она все время славит Бога. Господи, Ты дал мне время раскаяться, что святые всегда перед казнью. Дайте мне время помолиться за всех. Священник на исповеди должен увидеть плоды того, что он исповедал. Не куриный помет в бочке, а раскручивает. Священники люди. Они нуждаются в нашей помощи. Златоуз говорит, большая часть священников погибает. Большая. Вот священники, возьмем 10 человек, минимум 6 будут в аду. Минимум 6. Из архиереев точно так же. А Златоуз как говорит? Ну так вот и говорит. А из Сарафима Саровски? Сарафима Саровски, это третий том в настольной книге священнослужителя, при Патриархе Пимени выпущенной, 601 страница. И он говорит, три дня молился о священниках-архиереях. Что Бог помил, Бог сказал не помил. И как будто ни одного спасенного нет. Поэтому священники нуждаются в нашей помощи. Не только материальной, но и духовной. Чтобы мы на молитвах их несли. Они отвечают и за себя, и за нас. Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни. А они нас исповедуют. Чтобы они исповедовали со всей строгостью. По Фнутию Боровскому князь Георгий шел на исповедь и колени подгибались от страха. А тут разговаривают, семечки щелкают. Подошли. А священник исповедует, ну в этот день хотя бы до исповеди не курите. Курящих вообще исключить, чтобы в храм не заходили. Даже во дворе не разрешаем быть. Где-то там, на другой стороне улицы может быть. Скверно. Зловонная кавильница демона, как Иоанн Кроштадский говорит. А тут и священники курят в греческой церкви. И епископы безумие полное. Я говорю, о чем каяться-то? Я не сужу, просто сам факт об этом говорит. Священника нужно поддерживать и на исповеди показать плоды нашего покаяния. А это не исповедь, если в грехе мы не раскаиваемся. Я сегодня каюсь, а завтра впадаю. Сегодня каюсь, а завтра впадаю. И над нами такие невзоровые начинают смеяться. А если бы они увидели таких, как Иоанн Шанхайский или Иоанн Максимович, то тогда, конечно, смеха у него не было бы. Если бы мы жили свято. Когда о живом говорят, живой святой. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Далее. Аминь.